редактируются скетчи ну как ты понимаешь но смотри сейчас в большей степени это идет и comedy club и потому что наша раша она отснялась и она уже смонтировалась и будет идти какое-то время сейчас это comedy club да сейчас основная работа это comedy club у нас достаточно тяжелые были моменты по переформату этого всего и по переделыванию естественно ну грубо говоря мы занимались тем что мы немножко меняли аудиторию вот это достаточно тяжелый процесс и ну в мире насчитывается я думаю не немного примеров достаточно успешного ребрендинга вот но судя по цифрам и долям которые сейчас дает передача у нас такое четкое ощущение что у нас немножко поменялась аудитория то есть я стала меньше нет ты знаешь вот то что последние цифры говорят последние последние три месяца ее стало больше ее стало больше и и на у нас немного так как расширилась сцена да мы столкнулись с той проблемой если мы говорим какие-то просто пошлости на ровном месте то это все не работает в закрытом таком местечковом помещении где маленькая андеграунд это был что-то пошлое то есть да это работало ха ха хи 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 а сейчас ну да да камерный зал ну чего вы говорите вот такое ощущение вот и достаточно тяжело было это все поменять то есть что касается нашей раши да как строился рабочий день это во-первых то есть про каждый продукт делится на три составляющие да предпродакшн продакшн продакшн и постпродакшн то есть у каждого создателя какой-то передачи то есть предпродакшн это идеи потом прописывание скетчей ски идеи скетчей прописывание скетчей то есть как шеф-редактор в этот момент я смотрю что мы написали с утра анализирую это понимаю это пойдет или не пойдет где надо добавить где надо не надо делать вообще то есть на дальше на следующем этапе когда прописываются скетчи мы уже смотрим где слабые места конкретно в скетчах куда надо дописать шутку сделать придумать гэг еще добавить где-то когда происходит предпродакшн уже немножко другого аспекта работа идет когда у тебя полностью есть тексты на руках идут задания разным разным цехам то есть собирается за круглый стол реквизиторы редакторы съемочная группа представитель съемочной группы костюмеры световики еще 5 5 10 и обговаривается полностью сценарий в этом кругу и все для себя подчеркивают те вещи которые исполнение грубо говоря реквизиторы выделяют что им нужно сделать по съемке ребята понимают как им нужно снять или не снять и какую-то примерно уже представление раскадровки имеют и выдается время на то что подготавливается площадка и непосредственно идет подготовка к съемке в этих условиях у нас всегда есть какие-то четкие от телеканала четкие рамки то есть когда продукт должен уже выйти и поступить в эфир потому что на это на все предусмотрен соответствующий пиар если смотри знаешь это когда подгоняется под под технические возможности пиара это когда ты понимаешь что у нас должна быть наружная реклама а наружная реклама может быть только в октябре сентябре октябре и ребята понимают что в ноябре кровь из носа должна выйти передача потому что реклама пройдет соответственно ничего не появится это будет не очень успешно с ним наружная реклама летом не делается потому что летом делается почему то есть нет дело в том что рекламные места они раскупаются на какое-то время вперед и поэтому для того чтобы все это предвидеть и понимать да нужны нужны четкие схемы четкие рамки то есть мы если обязуемся выйти в сентябре мы значит должны выйти в сентябре потому потому что у них предусмотрена реклама предусмотрен пиар и заложены уже какие-то бабки но деньги то есть достаточно немаленькие потому что это затратные все вещи поэтому конкретной дате вы спешите выпуск программы но не то что спешим это знаешь когда спешишь это плохо это обязанности это рассчитанный график полностью то есть когда у нас начинается монтаж нашей раши уже на третий или на четвертый день после того как начались съемки то есть монтаж идет параллельно процесс поэтому вечером уже приходят исходники вечером приходят исходники они загоняются цифруются и с утра уже сидит человек который в черновую собирает серии и скетчи а были случаи что пришлось переснимать не так снято да вот с тем же самым бородачом переснимали полностью полностью переснимали потому что немножко не поймался образ и ну слава богу с бородачом это не такая дорогостоящая линия чтобы ее было тяжело переснять финансово вот не поймался образ когда мы первый раз посмотрели на это он этот человек вел себя неестественно для ситуации довольно таки нагло и не испуганно поэтому мы пересняли когда сделали его испуганным что он боится галустян когда смешной когда его жалко или когда он мультик да но поэтому вот когда его стало жалко именно тогда это все заработало вот я не знаю может быть мое мнение развеи как бы с гипотезу мне казалось что светлаков серега стал таким хорошим актером может быть сезон или два то есть он именно вашем сериале вырос до этого он был какой такой вспомогательный персонаж или он изначально был хороший актер просто это мои личные догадки как вы сами смотрим на мой взгляд что касается выступлений но это даже прослеживается у многих комедий клуб на мой взгляд где-то процентов 30 со слагаемого успеха это уверенность то есть если ты уверенный выходишь на сцену и говоришь уверенным голосом какие-то вещи то люди тебя в любом случае слушают вот там уже и это самое главное когда ты привлекаешь внимание аудитории то есть если тебя не слушают значит ты уже где-то потерял какого-то зрителя а вот многие знают это и пользуются многие идут к этому объясняешь это со временем у них получается и вот что касается светлакова мне кажется светлаков просто-напросто обрел уверенность в себе поэтому он многие вещи начал делать чё-то уверенно и понятно для всех ты все и стал сомневаться мне показалось что серёга на персонаж митрича не сняли